Это диалог с губернатором. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Владимирович. Добрый день. Накануне вы приняли участие в ряде совещаний федерального масштаба, и в рамках одного из них вы озвучили такую инициативу. Нужно возвращать статью за тунеядство. В чем вы видите такую необходимость? Зачем это нам? Я понимаю, почему сразу это все подхватили, потому что даже Валентина Ивановна достаточно жестко ответила на мое предложение, ну как достаточно жестко, не согласилась. Но я вам хочу сказать, что через несколько дней началось обсуждение в стенах Совета Федерации этого предложения. Никто не говорит о возврате уголовной статьи за тунеядство, но как минимум административная ответственность должна быть. Дело в том, что мы в рамках обязательного медицинского страхования платим колоссальные деньги по медицинскому обеспечению граждан. Вот смотрите, в цифрах, могу немножко ошибиться, 761 тысячи проживает в Орловской области по переписи 2010 года. 485 тысяч из них неработающего населения. Объем содержания неработающего населения в рамках ОМС более 3 миллиардов рублей, если быть точным, 3 миллиарда 81 миллион. Это одна из самых больших статей расхода части бюджета. Я понимаю, что большая часть неработающего населения на самом деле является неработающим. Но есть молодежь, есть не только молодежь, есть граждане, которые сегодня работают, они трудоустроены, они получают серые заработные платы, они работают в других субъектах и не стоят у нас на учете. Вот с целью наведения порядка в этом направлении я с этим предложением и вышел, потому что других механизмов на сегодняшний день, которые мы в том числе предлагали федеральному центру, нас не поддержали, я их не нашел. Для сравнения тоже хочу сказать, что вот исходя из статьи, вы смотрите, у нас дорожный фонд 4 миллиарда. Это содержание, капитальный ремонт и так далее, и так далее. 3 миллиарда это у нас за неработающее население. Если мы хотя бы найдем здесь 20% людей, которые на самом деле работают, но у нас нет об этом данных, это экономия для бюджета 600 миллионов. Она сопоставима с цифрой содержания всех ранее взятых кредитов, как бюджетных, так и в коммерческих банках. И когда у нас огромное количество людей, на самом деле работающих, но стоят на учете как неработающие, но с этим надо что-то делать, с этим надо в обязательном порядке что-то делать, в том числе и для их будущего. Самое главное, у нас, говорят, нет рабочих мест. У нас желание просто сразу стать депутатами и руководителями у многих с детства оно начинает доминировать. И никто не хочет где-то потрудиться какое-то время в более, так сказать, простых производствах. То есть начинает расти, пройти какой-то определенный путь жизненный. Это способствует всему. Вот я считаю, что неконтроль за людьми, молодыми людьми, которые имеют силы, имеют здоровье, которые обязаны работать, которые обязаны служить в вооруженных силах Российской Федерации хотя бы один год, я имею в виду юноши. Вот если мы их не контролируем, у нас в результате этого получается и огромное количество людей, потребляющих алкоголь, огромное количество людей, которые потребляют наркотики, уклонение от армии. Надо посмотреть, надо проверить, надо выяснить, в чем собственное дело. Владимир Владимирович, в рамках другого совещания секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев сказал, что в регионах достаточно сложная ситуация с аварийностью, с дорожной безопасностью. Орловская область напротив поставили в пример. Речь идет и о дорожном строительстве. Вот предлагаю сейчас подвести предварительные итоги, что уже удалось сделать, и вы довольны, как глава области? Ну мы зазвучали, как регион, который за короткий промежуток времени привел в основном свои дороги в порядок. Я об этом готов спорить. То есть мы просто по уровню других субъектов, наверное, выгодно сейчас отличаемся. Хотя работы у нас более чем достаточно в этом направлении. Еще огромное количество дорог не проведены в порядок, так и в том числе и школьные маршруты, и самое главное в районах. Районные центры мы выделили в этом году дополнительно 300 с лишним миллионов рублей. Уже на 50% от этой цифры проведены конкурсы аукционов, где выявлены подрядчики, которые в районах будут приводить дороги в порядок, прежде чем начнут с районных центров. Это не говорит о том, что мы на следующий год будем сбрасывать темпы. Нам все-таки нужно привлекать своих местных подрядчиков, чтобы они на объемы, на работы выходились. Вот у нас из года в год одна и та же проблема. Деньги прописывают субъектом Российской Федерации, в частности, говорим про нас, про Орловскую область. Мы проводим конкурсы аукционов, выявляем подрядчика, а в результате деньги эти задерживают на уровне Министерства финансов России, что приводит к тому, что подрядчик начинает терять всю свою добавленную стоимость. То есть этот механизм из года в год, к сожалению, не работает. Деньги до регионов доводятся очень поздно. И предложение регионам, чтобы деньги у нас были как минимум в первом квартале года, хотя бы во второй декаде первого квартала, оно пока его слышат, но его не выполняют. Его слышат, не выполняют, и не всегда подрядчики способны при таких условиях уходить на работу. Выходят только те, у которых есть в запасе так называемый финансовый жирок. А к качеству работы у вас претензии есть? К качеству работы есть претензии у меня по городу Орлову. Мы заставляем этих подрядчиков работу переделывать. Они ее переделывают в обязательном порядке. Владимир Владимирович, к вам неоднократно поступали жалобы на работу общественного транспорта. Удалось уже навести порядок? Да, жалоб в связи с переменной системы маршрутов было очень большое количество. И люди на самом деле обращались через социальные сети, провели совещание. И сегодня, с учетом мнений жителей, эта ситуация нормализуется. Совсем недавно начался новый учебный год. Полномочный представитель президента России в ЦФО посетил Орловскую область. Он побывал в школах-новостройках. Но они построены по юбилейной программе, которая уже закончилась. Что дальше? Нужно решать вопрос? А дальше сложно, потому что нам школы необходимы. И та система сегодня, которая, новая система придумана для субъектов Российской Федерации в строительстве новых школ, детских садов, ну давайте сейчас говорить про школы, она для таких субъектов, как Орловскую область, глубоко дотационных, очень сложная, очень тяжелая. Нам нужно очень много школ еще построить. У нас 12,3% от школьников в целом ученики второй смены. Здесь город Орел отличается, невыгодно, город Ливен отличается, невыгодно, потому что вторая смена есть. Та программа, которая ранее работала в Министерстве образования, поддержанная Министерством финансов, вот она и доказала свою эффективность на примере города Орла. Вот 51-я, 52-я школы, суперсовременные школы с бассейнами, с новейшим оборудованием. Здесь более 90% это деньги в этих школах федерального бюджета. По новой программе мы, чтобы построить такую школу примерно на 500 мест, умножаете на 1000, это порядка 500 миллионов рублей нужно для того, чтобы такую школу построить. В сегодняшних ценах даже чуть больше, это 550-560. Сложно нам в эту программу входить, потому что эта программа предусматривает механизм для нас очень сложный. Мы должны найти свои 550 миллионов рублей, мы их должны вложить, нам их компенсируют, но на новую школу. То есть вот эти вот первые 550 все-таки из нашего бюджета. Московская область в этом году по этой новой программе 14 школ заложила. То есть 14 миллиардов на старт, они себе это могут позволить. Но там и бюджет совсем другой. Мы такого себе позволить не можем даже по одной школе на сегодняшний день. Вот и вся разница. И я считаю, когда идет под общую гребенку всех, выравнивают, и всем стоит одну единую программу, это очень неправильно. Надо смотреть субъекты, что, кстати, этот вопрос тоже подымался в сайте федерации. Надо смотреть о доходной части бюджета, что они делают эти бюджеты. Смотреть их расходную часть, их планы по капитальному строительству. Из этого делать выводы и с применением прогнозных моментов по доходу в бюджет уже, соответственно, выстраивать ту или иную программу. Потому что дети есть в каждом субъекте, дотационный он или донор. У нас дотационные бюджеты, подавляющее количество регионов Российской Федерации. Владимир Владимирович, всем известна Ваша жесткая позиция. Школы, детские сады, ФАПы на селе закрывать нельзя. Еще мы единственный регион, который кормит детей горячим питанием. Вот Вы дальше будете продолжать в таком же ключе? Я все-таки считаю, что если мы себя называем житницей, то есть мы на сегодняшний регион, в котором выращивают хлеб, мясо, молоко, мы не имеем права такие вещи себе позволить. Я поставил задачу правительству Орловской области, чтобы они сформировали определенный объем закупаемых нами продуктов. Посмотреть, что у нас производится на территории, сделать единый центр этой базы, который будет предоставлять школу, чтобы мы не покупали это у перекупщиков. Посмотреть, насколько это сэкономит бюджет. Что касается больниц, школ, детских садов, ФАПов, почему у меня такая позиция? Ну, вот смотрите, сельское хозяйство у нас развивается. Так или иначе, мы, слава Богу, получили три премиальных совхоза. То есть люди у нас и дальше будут продолжать работать. Если мы эти социальные объекты начнем закрывать, то возникает вопрос, кто у нас будет работать на селе. Не рождаются на полках в магазинах ни молоко, ни мясо, ни колбаса, ни все что угодно. Это все кто-то производит на селе. В любом случае, это все идет с деревьев. Если мы деревья сегодня в этом отношении сократим, что касается этих социальных объектов, то люди рано или поздно просто плюнут на все это и уйдут. Мы оставим крупные холдинги, которые будут, то, что у нас, к сожалению, это происходит, которые стали обладателями фактически всей земли, черноземов, самой плодородной земли. Сегодня мы, по большому счету, регулировать их работу не имеем права. Это частные компании. Тем не менее, там наши крестьяне, понимаете, там наши люди, там жители Орловской области. Если мы сегодня их лишим всего этого, деревья окончательно погибнет. А если мы хотим говорить не просто болтать о продовольственной безопасности, а доказать о продовольственной безопасности, сегодня это получается, надо все это сохранить. Наоборот, нужно создавать условия, чтобы люди остались у нас в селе, нужно строить им дома, эти дома им надо дарить, прежде чем тем компаниям, которые сегодня обладают этими землями. И одна из таких компаний за эту работу взялась, знаете, это компания при Московском институтуальном банке, который сейчас заложили элеватор, объем инвестиций более миллиарда рублей, сто тысячник. Вот сегодня собственник этой компании, он рассматривает вопрос о том, чтобы построить первый в Орловской области такой современный агрогородок, чтобы его механизаторы, те люди, которые задействованы у него в производстве, имели возможность получить жилье. Еще одна проблема, которая достаточно остро стоит в регионах России, это комплектование больниц машинами скорой помощи. Федеральный центр начал программу помощи регионам. На что может рассчитывать Орловская область? Орловская область получила 10% от своего запроса, даже чуть меньше 10%. Нам нужно 106 примерно единиц новых машин скорой помощи, нам дают 9 на сегодняшний день. Пока у меня цифра такая. Я считаю, что это очень мало. Я был уголодец Ольги Юрьевны, пригласила к нам в Орловскую область, надеюсь, что она в ноябре месяц, сейчас после выборной процесса, сложно кого-то пригласить, все заняты, погружены в эту историю. Выборы пройдут, может в октябре, в ноябре к нам приедет, и уже когда мы покажем не Потемкинские деревни, а истинную картину, что происходит в субъектах Российской Федерации, которые под носом у Москвы, попробуем еще какую-то часть автомобилей скорой помощи получить для нашего региона. Непростой вопрос, если уходить в лизинговые компании, самим приобретать, опять-таки, долговая нагрузка, обеспечение кредитов, очень сложный вопрос. В сегодняшней доходной части для нашего бюджета это очень сложно. Пока 9 машин. Владимир Владимирович, теперь я предлагаю перейти к теме экономики, как будет меняться стратегия работы с инвесторами, и какие инвестиционные проекты сейчас реализуются и будут еще реализовываться. У нас есть ряд инвестиционных проектов, которые достаточно крупные. Мы ожидаем по детскому питанию, потом Росагрохолдинг, который пришел, мы с ними на Питерском экономическом форуме подписывали. И очень крупный проект. Очень крупный проект. На старте только около 8 миллиардов рублей, только по первому проекту. Сегодня согласование по землям. Мы землю им подобрали, эта земля им подходит. Ждем от них защищенный бизнес-план. И если этот бизнес-план будет соответствовать той действительности, тем возможностям и тому желанию по бизнес-плану будет выйти. Насколько компания серьезная, эта компания будет заходить на реализацию своих проектов. На старте только 8 миллиардов. Что касается самой экономики региона, мы сделали такие послабления по своим налогам, которые мы можем предоставить. Дальше уже все. Ниже нуля мы не опустимся. Доплачивать мы точно не сможем. И в рамках ЦФО, если смотреть по нас, по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, в Центральном федеральном округе, у нас, наверное, сегодня самые льготные, самые комфортные условия. Скоро в Сочи писатели правительства проводят экономический форум. Одна из площадок это будет воссоздание системы особоэкономического на Российской Федерации. То есть к этому вопросу возвращаемся. Вот нам надо посмотреть. Либо мы дождемся, когда будет возврат, если нам будут понятные сроки, либо будем ходить в систему территории особого развития. Представитель Ростеха недавно побывал в Орловской области. Какие пути взаимодействия наметились с этой корпорацией? Вы знаете, у корпорации Ростех сегодня очень серьезные планы. Дело в том, что есть производства, которые размещены в других субъектах Российской Федерации. И стратегически, логистически, они на сегодняшней экономической ситуации не очень выгодны по размещению там. Поэтому Ростех смотрит некоторые площадки, в том числе в центральных регионах Российской Федерации. Один из регионов, который был предложен для Ростеха, это Орловская область. Мы в достаточно выгодных условиях с точки зрения своего логистического размещения. Очень хочется верить в том, что они здесь якорь по какому-то производству бросят, потому что Ростеха это все-таки крупнейшая компания. Она не идет в какие-то там мелкие проекты. Сегодня задача Ростеха поставлена президентом. Просто огромные эти задачи, и они обязаны их будут выполнять. Хочется, чтобы одна из площадок была имя оформлена и сделана, выбрана в Орловской области. Дормаш – одно из предприятий, которое продемонстрировали, что сейчас на этом заводе. Я знаю, что правительство Орловской области совместно с Министерством Искала ищет пути решения, и белорусская сторона принимала участие тоже в этом проекте на сегодняшний день. Какие новости? Дормаш сегодня под патронажем Министерства промышленности и торговли находится. Даже все те инвесторы, которые вдруг у нас так или иначе не проявляются, которые заинтересованы в этом предприятии, у нас договор с Министерством таким же, что мы все переговоры проводим не здесь, а на площадке Министерства. Под патронажем, как минимум, замминистра. Предприятие не брошено. Предприятие не брошено. О нем знает, оно известно, и по нему дана конкретная команда, и министр, и председателям правительства. Предприятие не потерять. Была определенная договоренность еще и с белорусской стороны. Белорусы, да, заинтересованы. Компания «Амкадор». Их на том этапе, когда они сюда приезжали, изучали это предприятие, конечно, как вы можете зайти на предприятие, если вам не дают полный объем документов, а самое главное, не дают разъяснения структуры сформировавшихся долговых обязательств. Сегодня есть такая возможность эти документы им предоставить, так как там введена процедура наблюдения, там есть человек, который за это ответственный, и у белорусов сразу появился опять очередной интерес к этому предприятию. Потому что предприятие очень хорошее, предприятие с очень хорошими станками, с очень хорошим оборудованием, с очень мощным коллективом. Я не буду сейчас забегать вперед, понимаете, у нас было несколько здесь таких историй, которые потом все-таки тяжело их получили, положительное развитие. Сейчас говорю, дурмашем занимаемся, белорус это будет, китайцы это будет, Ростех это будет. Но тут уже, понимаете, не столь важно. Главное, чтобы предприятие сохранить. Ту технику, которую производил дурмаш, ей равных на сегодняшний день в Российской Федерации, я лично не видел. Там, это техника мировых стандартов. Это предприятие, вот сегодня им на оборотку надо только 300 миллионов, чтобы по полному циклу предприятие закрутилось, и есть заказы для этого предприятия. Это самое главное, когда есть кому отдать, продать произведенную продукцию. Давай чуть-чуть подождем, совсем чуть-чуть. Там вопрос, я надеюсь, скоро на выходе будет. Владимир Владимирович, аграрии завершают уборочную. Какая ситуация в сфере, и есть ли какие-то проблемы, которые волнуют именно вас? В районе 3 миллионов Орловская область уже смело может говорить, что по зерновым мы на этом уровне остаемся. У нас на сегодняшний день 2,650, но мы еще не приступали к кукурузе на зерно, то есть там тоже большой объем. Я за общую цифру не переживаю. Мне обидно за наших аграриев, сколько они потеряли за погодных условий. Конечно, жалко. Это огромный труд. Это огромный труд, огромные деньги. Что тут сделать? Небесной канцелярией сложно договориться, чтобы погода была именно та, которая была бы комфортна для уборочной. Сейчас она установилась, и они работают, но уже заканчивают. Уже и уборочная, и посевная. Все идет одновременно. Практика выездных совещаний продолжается. Какие обычные выводы делаете после таких совещаний? Вы знаете, мы сейчас эту практику опять возобновим, проведение не только правительства, а вообще выездных совещаний на территории, в районах, встречи с людьми, потому что надо там черпать информацию. Понимаете, есть такие вопросы, которые казалось бы элементарные. Сейчас мы были в Хатынинском районе. То есть люди задают вопросы, которые, удивительно, почему не нашли решение. Которые мог бы решить глава района, если бы захотел, наверное. Нет, нет, нет. Давайте не будем ругать главу района, потому что все-таки есть определенные сложности. И какой бы мы вопрос ни брали, есть хоть какой-то, но финансированный. Вот по Хатынинскому районам, предположим, по тому детскому садику, который сгорел, а сейчас его построили. Вы знаете, цена вопроса, какая стоит до должности перед подрядчиком? 3,9 миллиона рублей. Значит, копейки. И в районе, в Хатынинском, где полесье и так далее, столько мест отдыха. Это цифра. И у Евгения Евгеньевича, руководителя района, этих денег нет, он мне пишет письмо, Владимир Владимирович, прошу оказать помощь, потому что детский сад построен, все, там на 41 или 42 ребенка, значит, мы все, детишки есть, мы готовы заселять, и это будет заселено, и детский сад откроем. Но сформировалось за должность. 3,9 миллиона рублей. Это целый детский сад. Вот для какого-то субъекта, извините меня, это даже смешная цифра, а для нас это деньги. Поэтому я считаю, что пока эта финансовая модель, такая сформированная, будет в Российской Федерации существовать, регионы будут тухнуть. Понимаете? Нет возможности развития. Вот сегодня многие говорят, давайте из доходной части бюджета Российской Федерации, который составляется от доходов, от работы регионов, но большую часть оставлять в регионах. Большую часть. Надо думать, как переспределить налоги. Мы гораздо больше отдаем. В несколько раз больше, но мы потом какую-то свою часть просим. И об этом говорят все губернаторы. Об этом говорят все. Сейчас пройдут выборы. 18 числа у нас, един день голосования. Изберется на состав Государственной Думы. Я думаю, вот эта система выборов 50 на 50, прежде всего для одномандатников, она очень правильная, потому что это люди, которые сегодня наобщались с гражданами, они пойдут заряженные, понимаете, определенными идеями, потому что они, в том числе, помимо встречи с гражданами, встречаются и с губернаторами, и тому же самому, и Ковалеву, и Конникову, и Круглому. Я всем рассказываю, что у нас... Вот смотрите, он открыт этот бюджет, он в интернет откроет, у нас все есть. Посмотрите, доходы, расходы. У нас сегодня по доходной части мы только можем делать какие-то серьезные работы по дорожному фонду, а по капитальным строениям, по капитальным строительству нет. Вот у нас закончилась программа 450-летия. Благо, что она была. Огромное спасибо предыдущим губернаторам, которые ее пробили, и мы ее добились. А если бы ее не было? О каких мы тогда говорили бы с вами новых детских садах, хореографической школе, стадионе Ленина, станции обезжелезования, новые разгольные? И этого бы не было. Мы с вами бюджеты бы никогда не потянули. Но теперь нам что, сдать 500-летие, чтобы нам какие-то деньги очередные прописали? Долго. Долго. Понимаете? Но есть механизмы для того, чтобы деньги в регионах оставались. Вадим Владимирович, в регионе активно ведется подготовка к зиме. Какие-то проблемы, сложности есть? Нет. Я никаких проблем, сложностей не вижу. В целом, я по отопительным сезонам абсолютно ни за что не переживаю. Мы войдем в него нормально. Вовремя. То решение, которое было принято в прошлом году, чтобы мы начали проводить периодическое протапливание и включили детские сады на определенных правил должно было быть, это позволило нам уйти от массовых заболеваний. И мы вот в этом отношении очень серьезно отличаемся. И Голодец, когда я с ней встречался, она говорит, а как у вас так получилось? Я говорю, да мы просто раньше вошли в отопительный сезон, и как только начались проблемы с заболеваемостью, помните, мы карантин объявили, мы объявили сразу везде по всей области. Она говорит, это абсолютно правильное решение. Вот тот, кто это так не сделал, массовые заболевания и совсем другая была картина по здоровью жителей региона. Еще одна тема, которая активно обсуждается в Орле, это установка памятника Ивану Грозному. Вы столько разговоров подняли вокруг этой фигуры. Вот как вы считаете, вызвала ли установка памятника в Орле дополнительный интерес к истории России? Она вызвала интерес к истории. Не только в Орловском, она в мире вызвала интерес к истории. Видите, и Guardian там написал, и New York Times написал. В целом по Российской Федерации это вызвало огромный интерес. Люди начали читать. У меня очень много было разговоров, бесед. Меня пытались убедить, я пытался убедить. Но, знаете, когда меня заинтересовала личность Ивана Грозного, я начал немножко почитывать не художественную литературу, а некоторые архивные данные. Вот художественную литературу, художественную литературу, художественную литературу, я сейчас скажу для сравнения, чтобы вы понимали. Вот картина Репина, Иван Грозный убивает своего сына, это то же самое, что весь вот вымысел, который в художественной литературе. Истинная жизнь Ивана Грозного совсем другая. Его и его семьи. Вот если с этим ознакомиться, ознакомиться и поговорить с историками, вот у меня мнение по нему поменялось. И я теперь для себя внутренне, убежден, почему все это происходило, никто не хочет в мире воспринимать Россию велик, ее руководителей. Никто, это очень невыгодно. Нас все время пытаются в чем-то обвинить, что у нас по Москве там медведи ходят. И да себе, ну вспоминайте, это же недавняя история совсем про Советский Союз, что мы тут полудикие люди в ушанках. Вот об этом, а нас же так думали до недавнего времени. Это сейчас немножко ситуация там меняется, да, то есть когда там туристические потоки там появились, мы стали больше ездить. Нас же немножко по-другому всех воспринимали, что мы какие-то дичалые, да. Это же все специально делалось, потому что про нас нужно было создавать эти вещи. Поэтому Иван Грозный, который не принял католическую веру, который просто выгнал отсюда представителей Папы Римского по русским традициям, да, то есть и тот, дабы прийти объяснить, почему он не добился то, что он обещал Папе Римскому от Ивана Грозного, он сказал, да он сумасшедший, он ненормальный человек. Ну, чуть не динозавр Ивана Грозного превратил. Другие тут чудики приезжают к нам в гости, да, там с брошюры с собой привозят, и там про Ивана Грозного, какой он плохой, выступают и говорят, в чем начинают путать. Ивана Грозного, Сталина, самая главная задача. Сделать так, что в России, в Советском Союзе, никогда не было великих правителей. Вот как только появляется в государстве лидер, который делает так, что весь мир начинает с Россией разговаривать, тем, в той тональности, которой может позволить только Российская Федерация, ее руководитель начинает обливать грязью. Тут же, берите, Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина, Сталин, сразу все плохо. Понимаете? Сразу все плохо. Ну, все они великие люди, это люди, которые сделали все для... Мы были в том государстве жили, в котором мы сегодня живем. Но управлять Россией в таких ее размерах и побеждать врага. Но если вы будете все время свое же ближнее окружение держать за счет страха, оно вас предаст моментально, оно какое-то время вас потерпит, ну, никогда за вами на смерть не пойдет. А за ним-то шли. И сегодняшняя граница Российской Федерации, Руси, это границы, которые при нем были созданы. Значит, ему верили, значит, его уважали. А сам памятник вам понравился? Ну, в другом относитесь. Памятник очень понравился. Памятник очень профессиональный. Я считаю, что подобного памятника пока по... Вот как он сделан, я еще такого орловщия не видел. Это очень профессиональная работа. Это все отметят. Там работало шесть скульпторов. Понимаете, они не позволяли этот памятник забрать раньше, пока не каждый стрих не доведут. Не позволяли. У нас же была первая идея до 5 августа его ставить. Помните, потом его переносили и переносили. Сейчас, естественно, возникает вопрос, возле какого места. Я очень хорошо отношусь к месту театра «Свободное пространство». Но просто вот более открытого, красивого я не вижу. Но! Если мы установим памятник Ивана Грозного на том постаменте, который под его размером предусмотрен, мы фасад в здании закроем. Честно, вот сейчас я это вижу. Место, которое мне по душе после театра «Свободное пространство», это у Гогаевленского собора. Хотя там этот Красный мост, и сегодня его вид, скажем, несколько непрезентабельный, да, вот с фасадной части, немножко его, так сказать, портит. Но! Другого места, вот какие-то кусты ставить Ивана Грозного, мне бы не хотелось в городе Орле, чтобы его прятать от людей. Просто не хотелось. А я рассчитываю на то, что люди, приходя к Богоевленскому собору, тут же и Серафим Саровский, тут, значит, и Иван Грозный, это будет такое неплохое место. В дальнейшем можно рассмотреть вопрос создания отдельного места на Стрелке у нас, Аки и Орлика, отдельное место предусмотреть, подумать, как его сделать, и потом его там, этот памятник перенести. Но затягив дальше мы не будем, мы после выборов, после 18-го числа памятник будем устанавливать, устанавливать, проведя, естественно, все необходимые процедуры. Ну вот как раз касаясь темы выборов, как вы оцениваете всю компанию и ваши пожелания Орловчанам? Ну, в целом, компания у нас прошла достаточно спокойно. Мы из регионов Российской Федерации, мы не единственные, мы находимся в зеленой зоне, у нас все более-менее спокойно, нормально. Тут, конечно, присущи нам Орловщине выборные процессы, но вот какой-то чернохик обычный, который я видел в других субъектах Российской Федерации, я ни одни выборы в своей жизни не пережил, но это, наверное, самые спокойные выборы. Вот, наверное, самые спокойные. Даже горсовет 2015 года был несколько пошумнее и по-другому он проходил. Сейчас эта ситуация идет спокойно, нам осталось несколько дней, но жителям Орловской области я хочу сказать слова благодарности за эту спокойную ситуацию, попросить их, чтобы они по возможности выполнили свой гражданский долг, пришли на избирательный участок, сделали свой выбор, проголосовали за ту партию, за того кандидата, кому они доверяют. Я убежден на сегодняшний день, что как в Государственном Думе, так и в областном совете. В вашем областном совете у нас абсолютно точно, у нас только четыре партии вышли на финишную прямую. Это будут те партии, которые сегодня представлены в парламенте, и все эти партии без исключения поддерживают президента Российской Федерации Владимира Ивановича Путина. Значит, его программу и те решения, которые он предлагает жителям нашей страны. А это решение одно, это стабильность. Это на сегодня стабильность. Поэтому убежден, что вот эта стабильность у нас и сохранится. В каком количестве составилей будет представлена каждая партия, это другой вопрос. Но, как бы они не были представлены, никто из них не высказывает свою точку зрения, что не согласен именно с политикой президента. С политикой президента согласны все. Это гарант. Гарант нашей Конституции, гарант нашей стабильности. Поэтому, как бы не были избраны, в любом случае, у нас общее понимание есть. Спасибо вам за сегодняшний усерд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!